Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня вторник, 6 октября, представляю вашему вниманию анализ по канадскому доллару и нефтемарке Brent. В последнее время в этих инструментах шла коррекционная фаза. Нефть после бурного роста и долгой затяжной консолидации в последующем снижалась, но сейчас появились сигналы к тому, что канадский доллар начал укрепление в рамках основного тренда и нефть Brent тоже начала расти, что дает предположение о развороте. Итак, канадский доллар сценарий на дальнейшее ослабление не реализовал, целевые уровни достигнуты не были. Судя по всему, рост пары как раз закончился на уровнях прошлого обзора, поскольку после некоторой консолидации с верхней границы в районе 1,3420 цена начала снижаться. Сначала была пробита поддержка на 1,3320 с последующим закреплением под уровнем, после чего снижение продолжилось к разворотному уровню на 1,3264, где пары и торгуются в настоящий момент. Вероятно, в скором времени состоится закрепление под этим уровнем, что даст сигнал на смену приоритета с восходящего на нисходящий. Предварительно можно говорить о том, что рост подходит к своему завершению. Это дает основания для смены направления прогноза. На актуальном графике не исключена вероятность локальной восходящей коррекции в район текущего сопротивления на 1,3320. Тест и отбой от него даст шанс продавцам сформировать новый нисходящий импульс с ближайшими целями в диапазоне между 1,3168 и 1,3137. Это в свою очередь окончательно утвердит нисходящий тренд в качестве основного. Отмена сценария состоится при пробое и закреплении выше разворотного уровня на 1,3377. А вот нефть марки Brent весьма успешно снизилась в рамках ожидаемого прогноза. Целевые уровни у нас отработаны. Цена поступательно снижалась сначала к первой цели на 39,76, а затем отработала и вторую цель на 39,12 и даже уйдя немного ниже отметившись в районе 38,50. Почти сразу после этого котировки развернулись и начали расти. В настоящий момент Brent торгуется уже в районе уровня 41,21, который скорее всего будет в скором времени преодолен. Подобный V-образный разворот дает уверенность сигнал на окончание снижения и перспективы дальнейшего нисходящего тренда под большим вопросом. Поэтому есть основания считать, что нисходящая коррекция на этом завершилась и впереди возможно новая фаза роста, которая зарождается прямо сейчас. Это в свою очередь является основанием для смены приоритета с нисходящего на восходящее. Ну и вот на актуальном графике, учитывая темпы роста в рамках текущего разворота, есть вероятность, что его потенциала не хватит для продолжения. В норме должна сформироваться локальная коррекционная нисходящая волна перед новым импульсом, хотя это и не является всегда обязательно. Тем не менее, исключать такой исход нельзя. В этом случае такая коррекция может иметь предел в районе текущей поддержки на 39,76, тест и отбой от которой уже даст силы для формирования новой волны роста с целями в диапазоне от 42,99 до 43,70. В свою очередь, отмена текущего сценария состоится в случае пробоя и закрепления ниже разворотного уровня на 39,12. И на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.